Девушки отдыхают 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 это чё все все то же самое все то же самое родной кукла кукла квартира давай послушаем у вас одно новое сообщение ты все еще спишь проснись и пой у тебя должно быть шоу с тобой на твоем тиво если лис крайне психанула и записала его она позвонила мне ранее и буквально вгрызлась в меня да да мы малость перебрали прошли ночью но вечеринки часть этого бизнеса а слушай я говорю тебе это как друг она делает твоей карьере медвежью услугу пытаясь вот так твоей жизни управлять ясно поговорю с тобой позже смотри шоу не гони на мою жену медвежью услугу она мне идет козел какой а спасибо спасибо всем у нас замечательный гость в эту ночь я беседую с автором бестселлеров да конечно одну книжку прочел и уже фанат да 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 так как не читали книгу хотят судя по продажам таких пара человек последний книги главный герой крутой нью-йоркский детектив алекс кейси погибает такой поворот вызвал массу протестов какого черта вы убили кейси о чем мы вообще думали кейси с возу нет серьезно ведь семь лет и шесть книг это большой срок кейси был слишком мрачным чтобы тратить на него время это был хороший старт но время открывать новые грани следующая книга будет погружением в новое я ах вы эгоистичный ублюдок только себе и думаете хотя за все эти годы вы доставили на массу удовольствия раз уж об этом зашла речь кейси действительно был мрачным парнем с девушками ему не особенно везло это в какой-то степени автобиографии и подруги кейси как правило умирали цикла кейси про его боль и нет ничего автобиографического молодец жена ты счастлив моя жена моя муза поздравляю здорово это слышать а как прошел рекламный тур славно славно но должен сказать я рад возвратиться домой в нью-йорк новостях вас последнее время часто показывают куча вечеринок и а вы подрались с каким-то папарацци а черт но он был бельмом на глазу я потерял терпение я знаю что это не круто вы известны бурным нравом еще я написал несколько книжонок последний роман называется внезапная остановка и он уже лежит на полках магазинов купите его поскорее я сейчас обращаюсь к тем двоим что еще не купили дамы и господа на сегодня это все хочу поблагодарить всех гостей за приятный вечер аллен лейк сэм лейк сэм еще раз сэм лейк поэты осеннего упадка спасибо и доброй ночи по крайней мере я убеждал себя что переживу вот и пришла да посмотрел если ты это хотела знать ладно ворчу дать аспирин или прямо сейчас обсудим мое пьянство знаешь иди-ка ты спать вот так что теперь ты не говоришь со мной ну утром я была зла потому что ты вернулся в 7 утра и заснул на середине предложения сейчас я спокойно а ты злишься проклятый тур все пошло ковырком милый все почти кончилось да мы вернемся к норме и ты снова будешь писать мне жаль мило а почему нам заставляют примесать его да ты права милая извини давай потом уедем вместе в отпуск только ты и я отдохнем спокойно ну ладно вот и странно что она его заставили что в отпуске она захотела его писать заставляет что сейчас каким-то образом еще не заставляет меняю ключ от дома на направляет на улице чтобы спаслись пишу и отдохнешь но потом начнешь писать я возвращаюсь на озеро чтобы покончить с этим завершу рукопись и все встанет на свои места почему ты не можешь писать здесь последняя страница осталась в машинке сначала надо ее прочесть необходимо все сделать по правилам за им пытался срезать пару углов и жестоко поплатился ладно когда выступаешь прости сара но мне придется пойти одному барри возьми ее пушку мисс умер закройте за мной двери удача спасибо барри увидимся на улице было тепло и солнечно я нажал на кнопку щелкунчика это как-то повлияло я повторял себе этот вопрос пока светило солнце необходимо было добраться до озера на странице зейна я стоял на краю озера и собирался нажать на кнопку щелкунчика туда я и направлялся озеру но ножи нет не буду спорить она же погрузилась она не озеро сам курсилась остров этого перелапки которые было один при свете дня окруженной красотой тихоокеанского пейзажа я позволил и это было нетрудно закрасться сомнению в последний раз я все еще мог все списать на сон на галлюцинации у меня хватило бы воображение придумать что-то вроде этого я был в доме все это время заперт в истории внутри головы ныряю в безумие утраты элис как утверждал хардман и было бы невозможно узнать истину я бы говорил себе что ничто не важно но мой курс был проложен ты же прямо поедешь ты же не будешь потихоньку хорошо добраться до озера полно ладно поехали аккуратненько словно тут что то есть интересно вот ничего нету тут ничего нету нет есть но позиции попали подъявили выпады здесь я все подберу опять только пистолет чуть дальше по дороге заходите удобной кровати чистой комнаты беспроводный интернет стиральные машины кабель на телевидении и мини кухня в каждой комнате энерджай энерджайзер я только сейчас увидел рекламу нет я видел что фонарик если батарейки на джайзер я имею ввиду что вот именно вот такой вот плакат энерджайзера впереди лесопилка 97.6 кбфм тут что то есть кстати уже нету стра ну это лесопилка да добраться до озера а почему не одной машины вот можно в дом наверно заехать ай можно нельзя ладно не как-то прийти надо или объехать это а термос добраться до озера кубра ну я понял ехать а подожди а как а куда и зачем почему но туннель контроль да 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 между нами была связь она была всегда я смог почувствовать ее присутствие рядом ну хорош я убью вашу жену зачем Вот и все Так, нажми на щелкунчик Не, не хочешь нажать на щелкунчик? Вороний пофигу, да? Ну, это не резидент Темная сущность Темная сущность больше не пыталась завладеть писателем Чтобы он сотворил необходимый финал Писатель слишком много знал Он был чрезвычайно силен и обладал оружием Которое оставил Томас Зейн Оружием, которое ей вредило Теперь тьма делала все, чтобы просто помешать писателю Добраться до озера Колдоран И того темного места, откуда она явилась Ну Хорошо, а можешь снова На свой щелкунчик Нажать Не? Не можешь? Было бы довольно-таки здорово Если бы ты Нажал на щелкунчик Чтобы снова день был А не ночь А то это Ой, как неудобно Сейчас мы объедем через пар Конечно Оп Тихо Машинка Тихо Что это сейчас Вот это вот что сейчас было Да-да-да Оп-па-па-па-па-па Здравствуйте До свидания А это не сах... О, контрольная точка Совсем офигели Две Контруль... Да Тихо Тихо Спокойно на И ты спокойно на. Не хватало мне тут. Что? Что за чёрт? И ты спокойно на. Подожди, у меня никуда же. Что, мне обмануть хочешь, что ли, игра? Табриса сквозь призраков. А, просто вниз ушла, да? Ладно. Тихо. 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 Побежать. Ты куда? Нет! Нет! Тихо. Тихо. Ладно, я тобой управляю так-то. Ну ладно, пошли до озера Полдран. А, я тут, скорее всего, управляю. Потапа. Оп! Побежал, побежал. Что за чёрт? Что за чёрт? Да, хрена. Ты вот пойми. Тихо. Всё, я надеюсь. Всё, я надеюсь. Спасибо. Да куда? Да! Ладно, пойдём по-тихому. Пойдём очень тихо, аккуратно. Давай. Ну. Раз. Два. Три. Сейчас бочечка должна встать, да? Где? Что за чёрт? Да вот фиг. Да, блин. Это-то чё прилипло? Всё, иди спокойненько. Спокойненько. Ничего не другое. Тихо, она. Да-да-да, давай, урони меня ещё, конечно. Да иди вы в баню, да что ж ты будешь делать-то? Конечно. Конечно. Да, давай, убивай меня своими придурковатыми. Сами и этими. Где? Вот где? Почему сразу нельзя? О, господи. Ты заряди сразу. Что за чёрт? Конечно, можно... Нет, ты вернулся уже обратно. Давай, упади ещё. Фэ, физика. Где? Я... Я не понимаю, как этот город действует. Давай ты отдохнём, давай. Отдохнул? Давай. Повезло! Повезло! Просто тупо повезло. Давай! Конечно! Да-да-да! Да-да-да! Машина? Поехали! Ай, мост, блин! Да нужны вы мне! Здорово! Ой! Ой! Машина целая, в принципе, нормально. Можно пересесть на другую? Не! Типа! А, дальше будет неп... Ну ладно! Ай-ай! Можно как-то по... Аккуратней! Нельзя, да? Ты... Ты... Бьет она меня, ага. Молодец! вообще такая тут больно много на понятно что немного ты откуда взялся хинь явно тебя не любит алан вейт все что много больно многовато вас где-то дробовик был скорее всего в каком-то из домов был дробовик ну я по звуку а ты тут идите в пень короче можно было от вас страничка дно озера колдрон было могилой всего чем вода успела завладеть за долгие годы темная сущность поднимала эту добычу наверх разбрасывает там и тут то гнилой разбухшие от воды остов старой лодки то останки некогда рухнувшего в озеро самолета деревья трещали под ударами земля стонала сущность не обращала на это внимание а че сущности пофигу что ли а это че еще не все ладненько ладненько а может тупо прямо проехать не понял а почему завалило все в конце концов баре не мог выстрелить в сару и оба они это знали как только вы их стал недосягаем баре опустил пистолет и сел на пол руками прикрыл глаза от беспощадного сияния окружающей комнаты думаю я его больше не увижу сказал он слабым голосом сара не могла на него сердиться кроме того возможно он был прав возможно но не факт это та самая а можно сигнал включить как-то по фарму поня так я все посетители должны отметиться у смотрителя перед входом на свалку необходимо подписать отказ от претензий если нужна конкретная деталь сначала спросите о ней для самостоятельной добычи деталей приносите свои инструменты надевайте защитную одежду внимания кучи могут сдвигаться опасную зону будет так фонарик фонарик это особо не тратился да там руку там уже лежит будет хорошо так но я не понимаю мы едем обратно на озеро до классная думаю револьвер в руках ладно про фукал ничего страшного ничего страшного это страшно все крис ворота ты блин начали они тут появляться а это кто он светился очень странно так охотничьи ружье 8 патронов нет ну хотя бы гранатки есть ну поехали на этой машине я так понимаю да 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 она сейчас всяко дребеди падать будет нет а куда поездили блин можно я по последнее погружение заин завязал у твари сердце но она не издохла тварь с лицом барбары ворковала о пустяках но в приторные слова был подмешан яд он надел костюм отвязал чудовище и не от стула бестия слабо трепыхалась но томас держал крепко покинув дом он дошел до края причала и шагнул в темную воду бледным пятнышком света растворившись в бездне так хладненько понятненько но то есть он пытался все таки ее убить сущность но у него ничего не получилось что ли погнали а че происходит ага нам об этом говорили бульдозер 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 а ты не можешь да ну давай попробуем чисто фонариком тебя убить дурачок который не может бульдозер проехать через машину а то после тракторов же нету ну никого и нет подожди контрольную точку я не хочу ее прокручивать подвеси контрольная точка почему она кстати на машине не засчиталась поехал на другой машине сколько машин поменял идиот я не понимаю почему он не может нажать на а это на щелкнуть не 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 я уже это проходил я это больше не хочу делать так контрольная контрольная почему надо выходить из машины типа контрольная точка а если я не хотел из машины выходить что откуда когда я рассказывал баре план в ярко освещенной комнате я говорил так будто знал что делать но я не знал я опирался на меняющуюся логику сна я должен был строить путь к озеру через ужасы ночи я должен был щелкать старым потрепанным выключателем пропитанным магией детства я должен был написать счастливый финал к роману ужасов я должен был спасти жену из темницы тьмы должен должен следуй хорошо но почему откуда ты знаешь куда мне идти что это что это должен был быть следуй у меня максимум у меня всего максимум толкнуть ну давай давай толкни конечно тут у нас мощный капец конечно в тебе силы тут ничего нету ничего нету я наверно столько всего пропустил скорее всего здесь на меня щас нападу да стопуду что уж сняться то нет мне нужны вот световые гранаты мне больше ничего не надо но я никогда ее не отдам дай господи я щас приду и всех побуду где где а в смысле а ты с бензопилой чувак что ли ну и все а вы боялись а почему я вот не понимаю почему вот не понимаю почему сама тьма не может охотничьи ружьё нет она вроде мне больше нравится охотничьи ружьё почему сама тьма не может а где-то же было сказано почему не может типа как и через как и через все что ли да ну не верю не верю а чё за бред что у меня кидает а ты и в меня кидал что ли так все боеприпасы я взял это я взял это сейчас мы толкнем скорее всего да давай бегом 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 только я не понимаю как ты это делаешь это же капец тяжело тем более он не на рельсах да а это да знаете как это тяжело то есть это не просто так вздвинуть такой дребедейст на полу темное место в котором я оказался было не похоже на все что я когда-либо себе представлял оно не было прочным оно плыло оно было умозрительным и субъективным для кого-то творившего в иной области оно было бы совершенно другим я чувствовал как содержание рукописи окружает меня как парят в воздухе слова стремясь обрести реальность все все так это я сюда зашел да вот сюда надо вот толкай 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 выкидывай это все выкидывай ну нам туда не надо контроль сюда кого идите нафиг Делать-то мне больше нечего Я мог видеть Миррор Пик вдалеке Там же было озеро Колдрон Миррор Пик вдалеке? А, туда Ну да, в принципе, нам туда Нам, в принципе, туда О, вагонетка Угадайте, что мы тут будем делать Ехать в ней, да? А ты еще не хочешь прям в нее запрыгнуть? А можно по... А она не слетит с рельсу? Как бы... Ну нет, ну вороны Ну я прям их вижу Они только спереди будут? Да, с пидешкой там, да Вообще вот так вот делал НЕС! А, это я вовремя, да, сделал? Ладно Ну опять вороны Вот самые неудобные противники Которые мне здесь не нравятся Это вороны И когда Ма в мебель Зачем-то переехать Где? А, вижу Ну хорош, все же Нефиг Быстрее, быстрее, быстрее Пока никто Они не вернулись Конечно, ты светишь на себя Но Кстати, да Почему нельзя просто Поставить Фонарик, да И посветить на себя Разбег Прыжок Бегом-бегом-бегом-бегом Сэд! Ну Ну Все Еба Нафиг Где? И где? Пшис Опять Тьма Хорош Больше нигде нету Она, собственно Сюда, скорее всего, да? Как Osaka Она, которая Пуществует М Iranian Аааааааа Сюда Сюда Депп απ я мастер воротов от топора да хотел бы я сказать так чё у меня данная попадает она в меня офигел что ли совсем нагадила 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 и все блин и понеслась душа в рай ой попадется у моего ушка фигушки тебе фигушки тьма ну не фигушки и только не говори что ты будешь машиной так опять не переключайся на револьвер не надо и вдруг резко тишина давай еще вагоном станешь а не стран да 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 надоели вы мне уже все и валим отсюда конечно ты же не станешь ну чё мимо мелочишься то так мелочи найдется да это конечно что началось за выживание в лесу блин вот это уже поинтересней залезь пожалуйста ой ты застрял что тихо не а 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 и сама себе вредишь чук-чук молодец день ты мне нравишься ты как бы Вот на самом деле Сама себе же вредит Ну давайте мы уже доберемся Мне кажется чуть-чуть осталось Или не чуть-чуть Че произошло? Да это кофе, господи Че надо? Да пускай хоть закидается, е-мое Ну ладно Как скажешь Оп, все, аккуратненько прошли Аккуратненько контрольная точечка Огонь Нам наверх, скорее всего Тьма контролирует их Эээ, и где? А, все, вижу Три фальшфаера Тьма носит ее лицо Трактор Ты, скорее всего, станешь Не трактором А куда мы? А где выход из этого Безумия Наверх, наверное, да? Тьма носит ее лицо Конечно, давай вот Ты вообще не вовремя упал Ладно, давай Оп Оп И че, куда мне? А, оп, все, вижу Контрольная точка Трактор, ты, скорее всего Ну давай Мне нужно запустить генератор Ага Без этого, блин, никак вообще, да? Все, на максимуме Где генератор-то стоит? Ой Че так мало-то? Что так мало-то? Три? И че это? А-а Ну Валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим Шиф А тут что? Ладно Ладно Отпихнула она меня Спасительный лифт Она уже не спасительный Давай не Бабушка плохо заботилась Страничка Плохо заботилась о лампочках, походу Путь через темную обитель После того, как Зейн исчез Я остался стоять в изменчивом сне Которым было это темное место Я должен был найти дорогу к дому Я уже написал для себя дорогу через это место в рукописи Я шел по образу тропы Я написал, как перебираюсь через океан, преградивший мне путь И там появился мост к острову Образ дома мерцал в подводной тьме Я желал, чтобы дом был реален Так, хорошо Я желал, чтобы дом был реален Блин, надо было заслушать Я это прочитал, а вы, может быть, учите Возвращайтесь Ну а я че делаю? Господи, это просто чучело Делайте, что верено Ну а я-то че делаю? Просто интересно, ей больно будет? Не, я вообще пофиг Делайте, что верено А я что делаю? Эллис никогда вас не любила Да-да-да, конечно Поэтому она мне предлагала аспиринчика Поэтому она не всегда заботилась обо мне Так, не надо больше делать Поэтому она не била Че происходит? А нам куда? Да-да-да Ну хотя бы так Вам не победить Конечно Кто ж знал? Я не знал Че это? Вам не победить Вам не победить Согласен Согласен Мне не победить Во что поделать? Так, давай все подберем Ну понятно Давай, пролетай Вы обличенные А, мне справиться с торнадо? Вся это у вас в голове Да хорошо-хорошо Вы сами это сотворили Где? Ну так это же я Я ГГ Я ЛАВЭЙ Я срогествуется и побил Чему? Кто красавчик? А я красавчик И че, ты опять прыгаешь в озеро? С такой высоты? Кликер не забудь Щелкунчик Щелк-щелк Ну ладно Малыш Тебе приснился дурной сон Ты кто? Просто ночной кошмар Нет Все хорошо Ты дома Не-не-не Это не сон Все хорошо Ты дома Включи свет Включи свет Милый Питания нет Возвращайся в постель Да-да-да Я помогу тебе забыть О страхе темноты Да-да-да Это твой страх И почему тебе не страшно? Согласен Включи свет Быстро Где Щелкунчик? Что ты с ним сделала? Алла? Ты меня пугаешь Возвращайся в постель Ты принял таблетки? Хочешь, я позвоню доктору Хартману? Возьми камеру Там есть вспышка Я прочла твою рукопись Это великолепно Погружение Твоя лучшая работа Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Возвращайся в постель Да-да-да-да-да Хорошо-хорошо-хорошо Мы с тобой поговорим Вернись в постель, Алла Вернись в постель, Том Что? Я не Том Все, отдай Отстань О, Томас. Чего? А ты кто? Че ты лобу давишь, ты? А я ему в щи пропишу. Чего? Телефон? Всем привет, добро пожаловать на канал Степлер. Мы с вами продолжаем проходить Алан Вейк. Что ж, мы попали в темную обитель, да? То, что если мы... Оп, это будет птица. Это будет птица. Термос. Да. Сюда термос дай. Подожди, Каждый... Келешка? Типа печатает. Телефонный стол. Ящик. Телефон-бочка. Путем идей следовать привык. Ладно. Путем чего-то там привык. Птичка. Телефонный стол. Телефонный стол, тележка, бурно. Я прохожу от тебя. Что? Чё? Я прохожу, Алло. Я встретила коль-кого. В общем, я полюбила другого. Элис? Нет, почему? Ты не можешь... Ты меня не любишь. Да ты и не можешь. Ведь ты не любишь даже себя. Ты мучаешь себя работой, которую уже не можешь делать. Нет, я... Я люблю тебя больше всего на свете. Ты... Ты моя муза. Не я. Кто ты? Что ты сделала с моей Элис? Алло? Что ты делаешь? Ключи свет. Что ты делаешь, Алло? Остановись. Ключи свет. Это был фантазм. В реальности этого не происходило. А, ну всё. Слышь? Вписал себя всей океан чудной. Хорошо, вписал. Океан чудной. Э, я обувну коробку сделал. А что? Там же что-то в обувной коробке должен быть что-то с Зейном связан. Это, конечно, не память не изменяет. Ты не моя, Барбара! Том, отпусти. Я обещаю быть хорошей. Развяжи меня, Азарни. Я помогу тебе написать шедевку. Я буду любить тебя. Нет, ты не Барбара Джаггер. Я совершил ужасную ошибку. Я не должен был вписывать тебя в реальность. Ты вернулась другой. Твое сердце наполнено тьмой. Убери нож, Томас. Положи его. Твое сердце наполнено тьмой. Я вырежу его. А после я верну тебя обратно в бездну. Жёстко. На что, я, Азарни. А-а-а-а. И ладно. Не успели. Сразу два голоса пошло. Долго. Уютную гнелушку. И чё, и всё, боже, что с ничего. Лежись от меня, Мегера. Где я? Отпусти. Алис, Алис, я иду. Твой муж обязался слушаться. Ему всего-то надо было написать то, что я велела. Уже поздно. Это его вина. Да, я стану... Слышь, жену вернула. Теперь вы никогда не вернёте её. А-а-а, ой, у тебя сердца нет. Я гораздо старше вас. Старше, чем ваша первая книга. Да щёлкни уже, всунь в неё и щёлкни. Почему она даже не сопротивлялась? Ну, это же не уничтожить меня. Что куда-то не уничтожить? Я ощутил присутствие Элис. Ну, самой Элис не было, да? И понял, что нужно делать. Я знал, каким будет конец погружения. Есть свет и тьма. Причина и следствие. Есть вина и есть искупление. Но всегда должен быть баланс, и ничто не даётся даром. Вот где ошибся Зейн. Предстоит долгое путешествие через ночь назад, к свету. Элис! Элис! Мы обратно вернулись. К тому самому месту? О, нет! Ну и что? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Он поменялся с ними местами, что ли? Он поменялся с ними местами, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Это конец игры Кто пожаловать в Брайт? Вене Олени Нам сейчас покажу Талана Вейка Это не озеро Это океан Это что? На 9 минут концовка Это была концовка игры Не совсем уже концовка? Еще вроде два дополнения Если не ошибаюсь Роли озвучивали Сергей Пономарев Алан Вейк Мистер Скрип Алена Андрова Элиц Вейк Николай Зазулина Барри Уиллер Алена Соколова Сара Брейкер Валерий Кухарешин Эмиль Хартман Борис Ряб Катмен Александр Дмитенко Моцей Наталья Поздачеева Барбара Джагер Татьяна Аркунова Синьки Уиллер Синьки Уиллер Синьки Уиллер Синьки Шесть Шесть Готовьтесь к пуску Пять Отсчет на чате Четыре Три Проверяем Зажигание Том не пусто Не пират Так, дополнений? Походу нет Ну ладно Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Комментируйте Не забывайте нажимать на колокольчик Описывайтесь в группу Телеграме в ВК Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok